Добрый день, дорогие телезрители! Это программа «Открытая студия» в прямом эфире, в привычный час, на пятом канале. Я Роман Герасимов. Мы начинаем. Мы назвали сегодня программу «Войны за еду». У меня есть очень серьезные источники, которые дают нам пугающие цифры. Пожалуйста. Цены на продовольствие в мире выросли на 33% по сравнению с июлем прошлого года. Об этом говорится в очередном отчете Всемирного банка. Ну и еще информация. В мире на сегодняшний день голодает порядка 1 миллиарда человек. И только за прошлый год это количество, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН, увеличилось на 40-60 миллионов человек. Речь идет далеко уже не только о голодающих в Африке. Эксперты считают, что ценности в развитых странах могут измениться. Мы перестанем копить на иномарке и дорогую технику и будем думать о том, сможем ли купить мясо и картошку. Вот все, что касается продовольствия в ближайшем будущем, прогнозы не только мировые, но и ситуации в России самое главное. А мы почему-то в нашей стране по-прежнему не делаем ставку на сельское хозяйство. Хотя, может быть, уже пора. И многим обидно, что огромные территории, которые есть у нас для сельского хозяйства, остаются невостребованы. Вот все эти вопросы будем обсуждать сегодня в нашей программе. Представлю гостей. В Санкт-Петербурге член Центрального Совета Российского Аграрного Движения, ректор Санкт-Петербургского Аграрного Университета, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор Виктор Алексеевич Ефимов. Здравствуйте. Здравствуйте. В Москве председатель комиссии Российского Союза промышленников и предпринимателей по агропромышленному комплексу Иван Александрович Аболенцев. Добрый день. Добрый день. Еще один участник в Москве это доктор экономических наук Леонид Иванович Холод. Здравствуйте. Добрый день, Роман. Добрый день, телезрители. И также представляю вам управляющего партнера розничных торговых и ресторанных сетей Дмитрия Потапенко. Добрый день. Добрый день. Всем телезрителям, я напоминаю, это прямой эфир. Вы можете позвонить нам в студию. Расскажите о ситуации у вас в вашем регионе. Ваши ощущения, что меняются в последние годы. Я уж, кстати говоря, не вспомнил в начале программы «Росцен на продовольствие». Одна гречка чего стоит. Яркий пример. Мы об этом тоже, конечно же, будем говорить. Сообщайте нам ваши новости. На сайте пятого канала мы сегодня проводим голосование и спрашиваем вас, если еда подорожает, что вы предпримете? Первый вариант. Плотнее засадите свои шесть соток. Второй. Измените структуру расходов. Скорее будете вынуждены. Третий. Сядете на диету. Пока большинство голосует за второй вариант. Посмотрим, изменятся ли цифры. Ну, а я предлагаю начать нашу программу с вводного сюжета корреспондента Алексея Корсунского. Миру грозит острый дефицит продовольствия. По данным Министерства сельского хозяйства США, за прошлый год глобальные запасы основных сельхозкультур по отношению к спросу сократились на 55%. Это уровень 70-х годов. Меньше всего стало кукурузы, риса и пшеницы. Все это привело к резкому скачку цен. Отчет Всемирного банка показал. За год с июля 2010-го мировые цены на продовольствие выросли на 33% и приблизились к пику 2008-го года. За это время средние цены на соевое масло выросли на 47%. Пшеница подорожала на 55%, сахар на 62%, кукуруза аж на 84%. Такая еда многим становится не по карману. За прошлый год голодающих стало почти на 60 миллионов больше. Сегодня в мире, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, недоедает около 1 миллиарда человек. Эксперты ООН дают неутешительный прогноз. Если запасы продовольствия продолжат и дальше сокращаться такими же темпами, с голодом будут бороться не только в Африке, но и в России, США и Европе. Вот такие цифры. Представьте себе, практически половина населения России каждый год – это прибавка к огромной армии голодающих. Виктор Алексеевич, как вы оцените комментарии экспертов мировых и их прогнозы? Это довольно серьезно. Люди говорят о том, что и для некоторых стран Европы, может быть, не для лидеров по уровню жизни, но тем не менее, уже для стран Европы это может стать перспективой в ближайшие 10 лет. Действительно, проблема продовольствия – основополагающая проблема развития человечества. И мне очень понравилось начало нашей программы. Я считаю, что действительно речь пойдет об изменении тех ценностей, которые на сегодня провозглашены. Мне вот припоминаю, как бы, так сказать, афоризм Пруткова. Он как-то спрашивал, а что, скажите, важнее для человека – солнце или луна? И отвечал сам же, ну, конечно же, луна, потому что она светит ночью, а солнце светит днем, когда и так светло. Вот у нас, к сожалению, сегодня во взгляде на народно-хозяйственный комплекс такая же проблема. То есть у нас вот то солнышко, вокруг которого якобы все вращается, это кредитно-финансовая система. Вот она у нас священная корова. Значит, проблемы, все деньги закачиваются только туда. На мой взгляд, это вот должно быть пересмотрено. Действительно, в основе будущего будет лежать реальное производство. И прежде всего, человек на земле. Почему? Потому что вы правильно сказали о земле. Я вам назову две цифры. У нас миллиард 710 миллионов гектаров земли в России. Поделите это на количество жителей, получите по 12 гектаров примерно на каждого, включая младенцев. А живем мы на одном проценте территории. А под объектами промышленности транспорта занят тоже один процент. Вот вам и проблема. Тут отдельно можно говорить о том, что у России колоссальный запас чернозема. Той земли, которую лучше всего обрабатывают. И если нормально распорядиться этим ресурсом, то вот эти страсти, которые нагнетаются, они не очень обоснованы. Одна Россия может закрыть проблемы не только Европы, но и многих других стран. Если нормально подойти к организации процессов. Мы обсудим еще план действий для нашей страны. Иван Александрович, сначала тогда поясните мне, почему в нашей стране мы продолжаем жить исключительно за счет газа и нефти. И те ресурсы, о которых мы уже заговорили, не используются. У меня есть такая цифра, что доля сельского хозяйства в ВВП России составляет 5,5%. Ничтожно мало. Ну, я согласен, что по сравнению с углеводородами доля сельского хозяйства действительно ничтожно мала. И, на мой взгляд, этот перекос, в общем-то, заслуживает самого серьезного внимания. Исходя, как минимум, из того, что мы имеем больше всех ресурсов сельскохозяйственных в мире. У нас порядка 190 миллионов гектар сельхозугодий, из которых 115 миллионов гектар – это пашня, которая может быть задействована в агропромышленном производстве. И, безусловно, нефть и газ, то, что нам дано, в общем-то, Богом, это хорошо. Но оставлять без внимания вот этот огромный кусок экономики, не вовлечь все вот эти земли и вообще весь аграрный потенциал России в полноценный народно-хозяйственный оборот с тем, чтобы прокормить как себя, так и действительно другие страны, нуждающиеся. На мой взгляд, эта политика недальновидная, она требует существенного пересмотра. Я прошу прощения, но в вашем союзе вы довольно плотно общаетесь с представителями власти. Вы пытаетесь достучаться? Ситуация не меняется из года в год ведь? Я не могу сказать, что ситуация из года в год не меняется в агропромышленном комплексе. По крайней мере, за последние 10-12 лет мы сделали достаточно мощный рывок в сельскохозяйственном производстве. Мы закрепились в том числе и на внешних рынках и вошли в четверку лидеров стран, экспортеров зерна. Мы потенциально сильны и в мясе птицы. Мы готовы уже сейчас выходить на экспорт с этой позиции. Свинина у нас достаточно неплохо развивается. И в целом я могу сказать, что динамика это положительная. И те предприятия, которые запускаются сейчас, они вполне конкурентоспособны. С точки зрения их оснащенности и с точки зрения той продукции, которую они выпускают. Вопрос в том, в каких условиях мы работаем. Как мы финансируем эти процессы. Какова доля государства в себестоимости продукции. Вот сюда надо смотреть. И смотреть, на мой взгляд, надо не только на то, что мы построили и открыли суперсовременное предприятие, которое выпускает действительно продукцию высочайшего качества. Еще было бы неплохо заглянуть в баланс этих предприятий. И посмотреть, как оно живет с точки зрения экономической эффективности своей. Иван Александрович, но мы по-прежнему огромное количество продовольствия закупаем за рубежом. Доля импортных продуктов еще очень велика. Поэтому эти успехи, это вероятно какие-то отдельные примеры. Но говорить о том, что мы решили проблему продовольственной безопасности, может быть преждевременно. Если можно, сразу комментарий на эту тему Дмитрия Потапенко. Дмитрий, ваши ощущения, насколько мы обеспечены действительно отечественной достойной едой? Здесь проблему надо рассматривать несколько в ином разрезе. Дело все в том, что как бы нам не хотелось, и как бы разговор мы не вели, что главное произвести, но это все от лукавого, к сожалению, или к счастью. Хоть при царе горохе, хоть при коммунистах, хоть при социалистах, хоть при капиталистах важно не произвести, а довести продукцию до конечного потребителя. И как я уже много раз повторял, в товаропроводящей цепочке было, есть и будет минимум шесть звеньев. Первое – производство, второе – переработка, упаковка, транспортная логистика, складская логистика, комплектовочная логистика и только после этого – продажа. Вот этой цепочке, которая приводит товар от сельхозпроизводителя до конечного производителя, ее нет. То есть нет никакой инфраструктуры, доводящей наш товар до куда-нибудь. Поэтому произвести зерно вообще не надо. Нужна булка, причем булка, лежащая конкретно на полке. Почему зачастую наши товаропроизводители полностью проигрывают рынок импорту? По причине того, что зачастую товар у них не самый, что его супер-пупер. Слово качество я не собираюсь употреблять по причине того, что слово лукавое, прямо скажу. Лукавое – дальше некуда. Потому что самым тогда качественным автомобилем считается ВАЗ-2107, потому что он лучше всего продается. А Мерседес тогда полная какашка по причине того, что мало продается. Так вот, те буржуи, которые подмяли весь практически российский рынок, а есть группы, в которых полностью рынок монополизирован зарубежными производителями и, подчеркиваю, правильно монополизирован, потому что мы его сами сдали, они в первую очередь делали вот это – транспортную логистику, складскую логистику, комплектовочную логистику. То, чего мы, сервис этот, никогда не делали и им не занимаемся. Поэтому помимо того, что нужно заниматься товаропроизводством, в первую очередь, что абсолютно не то, что государство, ни предприниматели, ни государство не уделяет этому внимания, нужна инфраструктура, которая будет доводить до конечного потребителя весь товар. Тогда что-то сдвинется. И поэтому те успехи, которые делают наши аграрии, они не столь значительны и не столь видны. И они не будут в ближайшее время видны. Поэтому импорт forever был, есть и будет. – Так, ну подождите, я здесь, конечно, хотел бы услышать комментарий Леонида Ивановича, но сначала прошу Ивана Александровича парировать. Вы согласны или вы считаете, что это спорная точка зрения? – Ну, на мой взгляд, точка зрения спорная. Хотя не говорить о том, что доля импортного продовольствия у нас на рынке практически 40%, а в крупных городах и 70-80%, закрывать глаза, конечно, на это нельзя. И я согласен с тем, что инфраструктура никуда не годится. Она просто совершенно неконкурентоспособна по сравнению с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами. Но тем не менее, продукция, которую аграрии на сегодняшний день выпускают, она, в общем-то, достойная продукция. Второй вопрос… – Секунду, а вот скажите, тот тезис, который только что говорил господин Потапенко. Какая бы достойная она ни была, ее не пустят на прилавки. И по этой причине она сгниет и окажется никому не нужной. А на следующий год… – Нет? – Нет, тезис был не такой. Вопрос не то, что ее не пустят на прилавки. Для того, чтобы она попала на прилавок, для этого должна быть бесперебойность поставки. Вот простой пример – яблоко. Мы не умеем его хранить. Мы его теоретически выращиваем, но в основном наше яблоко идет на джем. Потому что его нужно сохранить для потребителя, не для торговли. Причем здесь торговли. Вот для вас, как для клиента… – Но я-то это яблоко куплю только через торговую сеть или магазин? – Не важно. Вопрос не в этом. В том, что в сеть оно должно попасть круглый год. Вот итальянцы могут это яблоко поставить круглый год. Раз в неделю будет приходить машина и так далее. Они его будут сохранять, оно будет как только с веточки. Мы не умеем его хранить. Вырастить вырастили, а дальше от винта. И в этом основная проблема. До тех пор, пока говорю, вот этой инфраструктуры не будет. И эта инфраструктура хранения, она к аграриям, вот бессмысленно им сейчас говорить, ребята, делайте это. Это не их бизнес и не наш бизнес, как продавцов. Это бизнес абсолютно конкретный складского хранения, транспортной доставки и так далее. Это другой бизнес. Здесь не присутствует этот человек. И поэтому ни им эту претензию бессмысленно предъявлять, ни нам. Потому что, я говорю, мы занимаемся каждый своим. Мы товар должны получать раз в неделю, упакованный, штрихкодированный. Дмитрий, одну секунду. Но если вы без этого жить не можете, если без этого вы не можете регулярно продавать товар, ну почему вам-то это не развивать в том числе? Подождите, кто мы? Торговые сети. У нас... Нет, вот не надо... Подождите, вот этот советский тезис, что торговля должна решать все, это другой бизнес. У нас конкуренция производителей. Я вас уверяю, что конкуренция колоссальная. Вот у меня в Чехии стоят магазины, там стоят в очередь полтора миллиона производителей. У нас производителей всего 15 тысяч. И даже они не могут толком сделать вот эту логистику. Это не я должен делать. Это должен быть бизнесмен, предприниматель, который занимается транспортной складской логистикой. А здесь у нас крайне высока, то, о чем говорили коллеги, доля государства. Понятно. Вы просто не... Вот когда... Потому что тарифы РЖД настолько выросли, что они пока довезут продукцию от себя, от поля до камня, то там такие-то тарифы. А там у нас монополист, РЖД. И кто ему чего поперек скажет? А вообще не говорю про газ, нефть, которые подорожали с какого-то перепуга. У нас газ вырос на 60%, а автомобили ходят на газе. А дешевый бензин на сколько подорожал? Какая претензия к аграриям? Или какая, извините, уж ко мне претензия? У нас там кругом монополия государства. Мы живем при государственном монополистическом капитализме. В кавычках. Поговорим о роли государства, вне всех сомнений. Леонид Иванович, жду ваш комментарий. Буквально через несколько минут, после короткой рекламы, расскажите нам, почему сдали рынки и почему импорт нас захватил? И куда же мы-то смотрели все? Продолжим разговор. Возвращаемся в прямой эфир. Уже сейчас на Земле каждый седьмой человек испытывает недостаток пищи. Иными словами, просто голодает. В ближайшем будущем ситуация может значительно ухудшиться. Об этом, в частности, говорят эксперты ООН. Наша сегодняшняя тема «Войны за еду». Леонид Иванович, присоединяйтесь к нашему разговору. Ваш комментарий к тому, что было сказано в первом блоке. Да, ну, во-первых, я хотел бы поддержать обоих моих коллег, которые присутствуют здесь, и третьего коллегу, который присутствует у вас в студии. Сначала о самой проблеме. На самом деле, проблема с продовольствием испытывалась человечеством на протяжении всей его истории. И это было связано с физической нехваткой, это было связано, в первую очередь, скорее всего, даже с экономической нехваткой продовольствия, когда не все могли купить то, чего хотели, и сколько нужно купить было. Сельское хозяйство развивалось, в какой-то момент количество голодающих или испытывающих дефицит в продуктах питания уменьшалось, это соотношение менялось. В последнее время происходит, почему? Достаточно серьезные и тревожные процессы, в связи с чем американцы отдают такие тяжкие прогнозы на будущее. Дело все в том, что в мире рост спроса на продовольствие сейчас последние лет 15 устойчиво опережает возможности роста сельскохозяйственного производства. В странах интенсивных, в странах развитых сельскохозяйственное производство достаточно продуктивно, интенсивно и, похоже, достигло своего потолка. Значит, однако в мире есть страны, которые не используют в достаточной степени свой аграрный потенциал, есть страны, которые могли бы производить сельхозпродукцию, но практически ее не производят. Последние, кстати говоря, чаще всего и голодают. Российская Федерация к нашему глубочайшему позору относится ко второй категории. И я не совсем мог бы согласиться с Иваном Александровичем. Сельское хозяйство у нас последние годы, хотя и развивается, оно находится просто, я бы сказал, в позорном положении, в позорно-упадочном положении состояния. А почему, как вам кажется? Причины-то? Ну, здесь много факторов. Здесь много факторов. Здесь о недостатке государственной политики, здесь нехватка кадров, здесь нехватка рыночной инфраструктуры с бытовой, снабженческой, инфраструктуры транспортной и т.д. и т.п. Это огромное количество проблем, о которых мы, скорее всего, дальше будем упоминать. Значит, у нас на сегодняшний день 40 миллионов гектар из, по-моему, 120 выведенных из оборота, они не используются. И таким образом, страна, которая обладает самым большим агропотенциалом в мире, сегодня, в общем, нет импортер продовольствия. И очаги роста, которые имеются, затрагивают в основном крупнотоварный сектор, который на сегодняшний день производит не более 7-8% провизии в стране. Напомню, у нас 52% производится продовольствие в личных подсобных хозяйствах и вот в садовых и огородных, на садовых и огородных участках, о которых мы говорили на прошлой неделе. Больше половины. По некоторым продуктовым группам это под 100%. Та же самая картошка 90%, молоко 80% и т.д. и т.п. Значит, и тут как раз встает жесточайший вопрос государственной политики по отношению к массиву производителей, а не те, которые есть и есть. Политика в последнее время была направлена на стимулирование крупного производства. Про мелкое забывали. Значит, забывали начисто про как раз бытовую инфраструктуру, о которой говорил Дмитрий. Дело все в том, что рынок работает ведь как. Вы производите для чего-то и для кого-то. Если у вас то, что между вами и покупателем отсутствует, то получается, что все призывы производить что-то, ну, они не имеют никакой почвы. Значит, у нас существует помимо конкуренции между сельхозпроизводителями, нашими и зарубежными. Леонид Иванович, сейчас, у меня единственный вопрос здесь сразу. Вот как вы считаете, это задача государства наладить эту связь, или это должен сделать сам рынок? Безусловно, эта задача в рыночной экономике рыночная, но без участия государства в такой тяжкой ситуации, как у нас есть, у нас просто нет времени и возможности ждать, пока это все саморазовьется. Мы потеряем свое сельское хозяйство вместе с потребителями заодно. Но государство должно помогать это сделать. И если взять там развитые страны за рубежом, налаживание рыночной инфраструктуры, извините, происходило столетиями в феодальном обществе еще. И это можно было тогда терпеть, потому что развитие рыночной инфраструктуры должно быть имманентным развитию производства и развитию рынка. У нас эта часть вообще отсутствует, как таковая. И таким образом, вот вы говорите, мы проиграли наш внутренний рынок. Мы не проиграли его. Россия участник мирового рынка продовольственного. И, к сожалению, мировая конкуренция для нас, для всех, работает у нас в городах, в селах. Вот она работает у нас внутри страны. Понятно. И на сегодняшний день страна, самый большой производитель потенциальный, покупает до 40% продовольствия. Что, наверное, неестественно. Если можно, вот сразу просто довольно много тезисов дали. На уровне инфраструктуры. Да, вы довольно много тезисов дали. И в общем ситуация представляется довольно печальной. Иван Александрович, парируйте. Просто вы дали более оптимистичную картину. Вы знаете, я не хотел бы вдаваться, опускаться в какой-то спор с коллегами, которые присутствуют в студии. Тем не менее, пару слов я, конечно, хочу сказать. И, в общем, ни от кого это не является секретом. Все мы ходим, в том числе, в сетевые магазины, а не только на какие-то колхозные рынки. И видим, что доля отечественной продукции, причем отечественной продукции достаточно высокого качества, она все-таки значительна. В том числе в сетевых магазинах, в супермаркетах, в гипермаркетах. И я отчасти не могу согласиться с тем, что мы не умеем упаковывать, не умеем хранить и не умеем поставлять. Потому что, посмотрите, пожалуйста, всегда есть и охлажденное мясо, и охлажденная птица. Это все производится на территории Российской Федерации. Переработка колбасы, сосиски, молочная продукция в широчайшем ассортименте. Это все произведено на территории Российской Федерации. Иван Александрович, в той ситуации, когда нас не обманывают. Давайте только честно об этом скажем. Когда бы отдельно говорили о продукции, которая появляется в крупных магазинах. Ведь очень любят играть на наших патриотических чувствах. И писать, что это Россия, когда на самом деле это не Россия. А то мясо, которое нам представляют как охлажденное, оно зачастую бывает на самом деле специальной, по специальной технологии. Разморожено так, чтобы выглядело достойно. Это уж довольно много. Восстановленное. Вот меня поправил здесь, по-моему, Дмитрий Потапенко. Да, абсолютно верно. Вы знаете, конечно, существуют и недобросовестные поставщики, и недобросовестные торговые организации, которые применяют в том числе такие запрещенные, скажем так, технологии. Тем не менее, большинство продукции, особенно в серьезных сетевых магазинах, которые отслеживают качество, отслеживают и упаковку, и маркировку, и, в общем, серьезно подходят к делу. Поэтому, безусловно, эта продукция хорошая, отечественная продукция, вполне конкурентоспособная. Вопрос в том, что, конечно, доля импорта еще велика. И, конечно, инфраструктурные вопросы, о которых говорит Дмитрий, их нам придется решать. И только за счет рыночных отношений отпустить всю эту систему в рынок, наверное, это, конечно, не сделать. Вообще, государство не должно, на мой взгляд, отпускать в рынок, в чистый рынок, скажем так, по Адаму Смиту, всю продовольственную цепочку. Потому что это все-таки не производство джинсов, это продовольствие, то, от чего зависит жизнь. Тут вообще надо говорить о том, что сегодня на Западе сельскохозяйственная сфера датируется невероятно активно государством. И регулируется. И регулируется, конечно, конечно. Виктор Алексеевич. Там задача государства просто иная. Надо четко себе понимать, что у нас разница между Европой и то, что происходит у нас, она достаточно принципиальна. Как я уже сказал, ведя бизнес там, государственные мужи там – это менеджеры, делающие определенные функции, устанавливающие правила игры. У нас это люди, которые ведут бизнес. Приход во власть – это инвестиционный бизнес. Когда ты вкладываешь в вхождение на должность какую-то конкретную сумму, а потом ты обязан ее с помощью принятия правильных законопроектов вернуть через свои компании. А по большому счету это очередной раз мы возвращаемся к вопросу коррумпированности российской экономики. Безусловно. О чем бы вы ни говорили, мы видим своими глазами. 20 лет назад, 30 лет назад поля засеивались, а сегодня они стоят пустые. Почему? А какой смысл их засевать? Я сейчас как раз и хотел вернуться к смыслу их засевания, потому что я вот при внешней, казалось бы, правильности тех мыслей, которые Дмитрий озвучивал, они принципиально не верны, если жить по принципу «зри в корень». Вот это очень поверхностный взгляд на проблему. В чем здесь главное? Дмитрий сказал, что производство это действительно, как и сейчас, а зачем вообще оно нужно и так далее. Вот в этом и есть корень непонимания вообще проблем сельского хозяйства. Я просто не закончил фразу. В чем здесь вопрос? Вопрос здесь в том... Сейчас, давайте дадим Дмитрию закончить и вы прокомментируете. Нет, так он уже сказал об этом. Дмитрий, вы имели в виду, что не имеет смысла при какой ситуации? А вот смысл очень простой. Вот это точно такой же, мы же все возмущены, еще есть такая этническая проблема. Чего у нас, не знаю, в магазинах работают узбеки? Почему у нас на полях тоже работают какие-то непонятные национальности? А вот ведь в любой стране мира, куда ты не приедешь, работают люди старшего возраста. Например, приезжаешь, не знаю, в Париж, в магазины «Симпл», которые себе принадлежат сети Ашан. Там работают тоже гастарбайтеры, но люди старшего возраста. А у нас, простите, какой смысл работать на полях, когда ты придешь в налоговую инспекцию? Да. Да, а я только про производство и вас и склоняю. Зачем засевать поля, если ты пойдешь работать, это тяжелый труд, труд селянина. Надо пойти в налоговую инспекцию младшим помощником старшего дворника, и те деньги, которые тебе, как селянину, надо будет про потом и кровью зарабатывать 16-18 часов в сутки, ты заработаешь щелчком пальцев через 15 минут. Зачем? Вот именно поэтому я задаю этот вопрос. А зачем засевать простому россиянину, неважно какие гектары, 12-8 соток, когда надо просто быть государственным чиновником и доить? Нет, я с вами согласен совершенно, но знаете, почему это парадокс в нашей стране? Вспомним про цену килограмма гречки в прошлом году, до 200 рублей в некоторых регионах. Я возвращаю слово Виктору Алексеевичу. Да, так вот я хотел бы сказать, что в основе проблем, которые мы сегодня обсуждаем, безусловно, лежат проблемы производства. Но производство высокоэффективного и рентабельного, за счет чего организованы хорошие инфраструктурные решения, скажем, в Европе и так далее. За счет того, что бизнес в аграрном секторе высокорентабелен, высокодатируемый, мы вошли в транснациональный рынок продовольствия. Так все-таки рентабелен или датируемый? Он рентабелен за счет дотаций. Это во всех странах мира. Значит, когда мы говорим об аграрном секторе, то здесь, вот если современным сленгом говорить, выстроены такие глобальные разводки. Когда говорят нам, давайте жить в рынке. Но почему это делается? Потому что в реальном секторе аграрном самый высокий уровень конкурентных возможностей. То есть любая страна имеет солнце, воду и землю. Ну разную землю и разное солнце. Но тем не менее, солнце есть везде. И как раз все страны, датируя сельское хозяйство, создают условия, во-первых, для заселенности страны, а во-вторых, для того, чтобы была занятость населения. И это получается выгоднее. Поэтому я, вот, Дмитрий, в этом смысле согласен. Проблема аграрного сектора в том, что он и окружающие его сектора, а в частности монополии, кредитно-финансовая система, на порядок более выгодные сферы, чем рентабельность оборота в сельском хозяйстве. В этом истоке всех наших проблем. Никто это не отслеживает. Я вам приведу только две цифры. 90-й год. Для того, чтобы купить тонну солярки, нужно было отдать 300 килограммов зерна. А, скажем, к 86-му году, я помню цифру, нужно было отдать уже 6 тонн зерна за ту же самую тонну солярки. А, скажем так, к какому году? В 86-му или больше? Я имею в виду 2006-й. А, 2006-й. Да, потому что говорили 86-й. А, я говорил. 2006-й. То есть, вы понимаете, у нас доллары, рубли, евро, все меняется. Но когда выходишь на соотношение конкретных товаров, то тогда становится понятно, что в такой обстановке сельское хозяйство существовать не может, а у нас впервые. Виктор Алексеевич, секунду. Вот я здесь с вами позволю не согласиться. Почему? Каждый год у нас, ну, последние годы в России инфляция плюс-минус 10-11 процентов. По крайней мере, официально нам рапортует. И тут же официально мы смотрим, что каждый год рост цен на продовольствие в среднем 30-40 процентов. Товарная инфляция по прошлому году 45 процентов. 45 процентов, пожалуйста. То есть, по некоторым позициям значительно выше. Тогда у меня вопрос. И зрители все говорят, это абсурд. Мы за продукты платим все больше, у нас масса сообщений. Извините, мы практически работаем за еду теперь. А получается, что эту еду выращивать невыгодно? Нужно просто считать умеет. Дело в том, что у нас сегодня доминирует так называемая процентная экономика. Никто не понимает, что процент на процент, вот мы все, и учетную ставку Центробанка, и энерготарифы, и стоимость газа каждый год приводим в проценты. Но процент на процент дает геометрическую прогрессию. Казалось бы, что там, 15-20 процентов. Просто возьмите ручку и карандаш, и посчитайте на уровне арифметики 4 класса, и вы поймете, что через 10 лет рост цен в 10 раз. Поэтому это только кажется, что вот, ну и там растет, абсолютно не так. Рост абсолютно непропорционален. Причем проблема в том, что, скажем, газ или электричество вы будете покупать при любых расценках. А увеличение цен на продовольствие, оно имеет потолок, потому что люди просто перестают есть мясо, рыбу, и переходят на картошку и на хлеб. Вот в чем проблема. Поэтому мы не можем конкурировать по ценам вот с иными секторами. Роман, я готов повышение. Да, я слышал, что есть желание отдать комментарии свои. Прошу прощения, должны просто взять рекламную паузу. Сразу после продолжим обсуждать принципы ценообразования в России. Давайте разбираться, кто устраивает вот эту гонку повышения цены, которая приводит к тому, что некоторые продукты становятся недоступными. Через несколько минут. Возвращаемся в прямой эфир. Программа «Открытая студия». Сегодня наша тема «Войны за еду». Виктор Алексеевич, у вас был еще комментарий здесь? Да, я просто завершаю свой тезис. Хотел бы сказать о том, почему все-таки в основе производства, а не распределения. Потому что система распределения на Западе, она создается самими фермерами. Фермерские хозяйства объединяются и создают вот эти самые проводящие пути все. И создаются саморегулируемые организации. У нас тоже есть эти наработанные идеи. Но рентабельность работы производителя не позволяет организовать вот эту систему. А надеяться больше не на кого. И в конечном счете первопричина не в том, что кто-то не занимается этими сетями, а в том, что рентабельность оборота капитала в сельском хозяйстве чрезвычайно низка, которая не позволяет реализовать расширенное производство. Содержать там, сказать... Послушайте, знаете, рентабельность. То есть невыгодно. Да, невыгодно. То есть вот из Аргентины привезти выгодно, а у нас невыгодно. Да, именно так. Поразительно. Немножко увели в нас в сторону от цен. Мы сейчас вернемся к деньгам. Но я прошу прокомментировать. А Дмитрий, а вот та схема, которую только что упомянул Виктор Алексеевич, она может быть использована у нас? Если действительно, вот на низовом уровне, фермеры объединяются и организуют цепочку. Значит, поскольку имею производство там, за руб ежом, не буду рассказывать историю. Именно это бессмысленно, как это все происходит и кто является первоисточником. Могу сказать, что абсолютно точно этим первоисточником является государственная машина, которая, еще раз подчеркиваю, государев муж, не занимаясь бизнесом и не тырев бабки по карману и не занимаясь написанием законов под собственные лавочки, он занимается менеджерской функцией. По сути дела, информационной системой. Так вот, чтобы объединиться, это крайне сложно. Такой бессмысленной и бесполезной деятельностью, как общественной, я занимаюсь последние лет пять. Даже невозможно объединить маленькие магазинчики, чтобы они хоть как-то стандартизировали свои помещения, набор продуктов и так далее. А уж про фермеров, которых, чтобы они пришли к единому какому-то знаменателю и начали совместно вкладываться в логистическую функцию, о которой они не понимают ничего, потому что это принципиально другое знание. Одно дело выращивать и следить за посевной, и совершенно другое, выстраивать логистические схемы, выстраивать логистические схемы внутри склада, подвижные пути и так далее. Это принципиально другое знание. Для этого есть такое слово «логист». У нас логистов нет, не было и не будет. Поэтому у нас эти объединения практически не работают. Потому что у нас в целом с коммуникациями люди друг с другом даже договариваться не научились. Мы улыбаться не научились. Мы все время говорим, что вот американцы – козлы, но они все время улыбаются. А мы все время как нахмуримся, нашего человека легко определить за границей. И вот так идем, нахмурившись. И это первоисточник, остальное вторичное. Мы уже начали улыбаться. Я прошу вернуться к теме. И здесь жду комментарий от представителя Союза как раз. Иван Александрович, почему же мы такие неумелые ребята? Вот вы же все-таки представляете Союз промышленников и предпринимателей, а председатель комиссии по агропромышленному комплексу. Почему не умеем объединяться? Сколько человек скажет там? Ну, вы знаете, не могу я согласиться с тем, что не умеем мы объединяться. Скорее всего, все-таки объединяться мы умеем. Конечно, сложно договариваться. Потому что порой интересы вроде бы внутри одной отрасли, а они все равно могут быть диаметрально противоположными. Такая проблема существует. Тем не менее, вы понимаете, парадокс в чем? В том, что мы, при том, что работать на земле и производить продовольствие тяжело, без субсидий, это по существу нерентабельный вид бизнеса, но мы обязаны его производить, потому что человек по-иному существовать не может. Просто вот медицина говорит об этом. И вопрос, конечно, в том, что если мы не можем объединиться, договориться на уровне общественных организаций, ну пусть государство тогда потянет рычаг на себя, потому что отрасль-то, она в общем, как вам сказать, жизнеобразующая, что ли? Вот это не вызывает ни у кого сомнений, но до сих пор этого не происходит. Да, мы можем дискутировать сколько угодно. Мы можем дискутировать сколько угодно, а вечером нам надо идти и ужинать, а с утра нам надо завтракать, нам надо кормить детей, нам надо поставлять продукцию в детские сады и так далее. И как-то вот за этими диалогами, в общем, а производство-то идет, и оно развивается, и может быть подчас не благодаря, а вопреки. Безусловно. Так, давайте послушаем один телефонный звонок. У нас есть любопытная история от нашего телезрителя. Добрый день, говорите, пожалуйста. Меня зовут Татьяна, я из Бакситогорска. У нас в Бакситогорском районе нет ни одного сельхозпредприятия, но у нас есть в Катюрке Бор, ПТУ, в котором есть специальности, детей обучают хозяйка фермерской усадьбы. Непонятно для чего выпускают этих детей, куда они пойдут, эти хозяева фермерской усадьбы, 4 года государство на них тратит деньги, а работы никакой для них никогда и нет, и не будет. И специальности-то нет, 4 года Кату под хвост. Так лучше бы сделали совхоз бы опять какой-нибудь, или какое-то предприятие, где бы люди работали. Раньше у нас был сборский совхоз, значит, и поливоды там работали, и животноводы работали, и без всякого ПТУ. Спасибо, спасибо. Вопрос понятен. Я поясню телезрителям, Бакситогорский район – это Ленинградская область. Вообще это удивительно, что во всем районе... Виктор Алексеевич, вы можете прокомментировать? Действительно получается абсурд. Вы ведь, кстати, руководите вузом, который готовит специалистов к сельского хозяйства? Я хочу сказать, что подготовка кадров для сектора аграрного производства – это вообще базовая проблема. И школы кадровые, они ведь формируются десятилетиями, а развалиться они могут в течение года. Давайте совсем коротко. Людям-то есть куда идти работать? Безусловно. Вот у нас на сегодня и набор мы провели в первую волну, и распределение проходит с очень хорошим уровнем. И, может быть, там просто есть неполная информация у звонившей. Но дело в том, что сегодня спрос на специалистов в кадровом направлении аграрного достаточно высок. И с такой специальностью просто люди вырастают немножко иные. И вы знаете, в песне даже слова такие. Душа России – мать деревни, хранитель совести ее. Человек, который сориентирован на работу с землей, он, в общем-то, просто немножко иной человек. И он в любом секторе производства найдет свое место. Я вас уверяю, что это очень важный аспект вообще функционирования государственности. А мы от лирики возвращаемся к вопросам самым насущным. И давайте вернемся к ценам, к ценообразованию. Леонид Иванович, прокомментируйте, пожалуйста. Вот по данным Росстата, рост цен на продовольствие в России в прошлом году. Крупа гречневая, которую уже вспоминал сегодня, 192%. Картофель – 110%, капуста белокочанная – 108%, пшено – 77%, ну и так далее, и так далее. И все это, да, вот я сейчас перечислю эти вещи, это почувствовали наши телезрители, они за это платят. А мы им сейчас рассказываем, что, ребят, все равно это все невыгодно производить у нас. Но невыгодно. Роман, это все выгодно производить у нас. Значит, то, что вы говорите, цифры сумасшедшие с ростом цен на гречку, там на капусту и так далее, это результатов тут множества-множества факторов. Во-первых, это мог быть сговор монопольный, конъюнктурный, это мог быть спросовый ажиотаж. Вы помните, что были разные настроения в августе и в сентябре прошлого года, связанные с засухой и с неурожаем, и люди говорили, что все, все заканчивается, нужно срочно бежать в магазин и покупать. Но грех не воспользоваться ажиотажем, естественно, торговцам, тем же самым для того, чтобы поднять цены. Это их функции, это нормальное, имманентное, разумное поведение. Я здесь прошу прощения, Леонид Иванович, но это из года в год происходит. Не государство антимонопольного вмешательства, ничего другого. Да, это происходит-то при этом из года в год. Сейчас время заставляет нас прерваться. Я вам дам слово сразу через несколько минут. Продолжите объяснение, пожалуйста, почему вот этот рост цен происходит. Причем это ситуация не только одного года. И вот это стандартное повышение на 30-40% мы получаем каждый год. Это все заговор, это экономикой не объясняется. Ваш ответ после рекламной паузы. Возвращаемся в эфир программы «Открытая студия». Мы обсуждаем сегодня продовольственные войны. Некоторые говорят, что и такая перспектива может стать реальной для человечества. Леонид Иванович, пожалуйста, вам слово. Только у меня просьба. Как вам? Если не 20 сразу каких-то причин, а давайте о главных. Мы говорим о ценах. Роман, ну этих причин у роста цен 20, если не больше. Так вот, давайте закончим со спекулятивными конъюнтурными ростами цен. Это рост цен, который обусловлен сговорами, слухами, психологическими факторами, всякими прочими причинами и имеет место быть. Единственное лекарство от таких вот вещей – это развитая инфраструктура рынка. Значит, чем больше конкуренции, тем меньше возможности появления там каких-то ажиотажных взрывов на гречку, на капусту, на все прочее. Что касается сельского хозяйства, что касается вообще продовольствия. Рост цен на продовольствие, на самом деле, это абсолютно объективный фактор. И обусловлен тем, что это действительно первичная потребность человека. И при повышении доходов человек, который в своей средней массе не очень хорошо питается в мире, хочет лучше питаться. И сегодня говорят не только в нашей стране, а во всем мире об агрофляции. Значит, рост цен на продовольствие, таким образом, это вполне закономерный процесс. Чтобы этого не происходило, еще издревле изобретены множество механизмов участия государства в ценовой цепочке. С помощью дотации и так далее и тому подобное. Это так называемая государственная поддержка, которая чаще всего нужна не столько сельхозтоваропроизводителю, а потребителю. Потому что потребитель в городе не может оплачивать чаще всего произведенную в средних условиях стоимость сельскохозяйственной продукции, чтобы приобретать все то, что ему необходимо для жизни. Это еще писали классики про это. Значит, существует далее рост цен на продукты питания и рост цен на сельхозпродукцию. В нашей стране, к сожалению, они совсем не параллельны. Значит, более того, у нас может падать закупочная цена там на что-то, при этом расти реализационная цена на хлеб при падении цен, например, на пшеницу. Значит, это связано с тем, что сельское хозяйство, об этом как раз Виктор Алексеевич говорил, с разных сторон обсуждая эту проблему, находится в явно выраженных неконкурентных условиях. Конкурентный потенциал сельхозтоваропроизводителей ну ни в какое сравнение не идет ни с финансовой сферой, ни с сферой заготовок, которая, более того, что она не развита, она еще и монополизирована. Значит, ни с поставщиками топлива, машины, т.д. и т.п. Значит, таким образом, ножницы цен, которые сегодня в сельском хозяйстве наблюдаются всеми экономистами, они не компенсируются ростом цен на сельхозпродукцию закупочную. Значит, для того, чтобы исправить эту проблему, известны механизмы государственного вмешательства, государственной поддержки и регулирования, плюс ко всему конкурентная инфраструктура. Понятно. Значит, что касается... Да, что вы хотели сказать? Да, я просто хотел, поскольку у нас сразу есть здесь, в нашей же московской студии, представитель торговых сетей. Дмитрий, поясните мне, то есть все-таки основную эту долю вы зарабатываете. Те люди, которые продают, получается, что производственник получает совсем чуть-чуть. И вот ему-то концы с концами не свести, так? Вообще-то, в речи моего коллеги это не прозвучало никак, и поэтому давайте не передергивать. Но... Имея у себя... Подождите, я могу закончить. Да-да. Имея у себя производство продуктов питания в рамках холдинга минимум двух, я могу абсолютно четко и открыто сказать, что производство, чистая прибыль по производству у меня в 7 раз выше, чем по ритейлу. Более того, обращу внимание для тех, кто любит почитать официальную статистику, чистая прибыль одного из производителей, который недавно купила компания Кока-Кола, опять-таки в 7 раз выше, чем прибыль чистая ритейловой компании, известной и состоящей из двух букв. В одном случае речь идет о 14% чистой прибыли, в другом случае идет о 2%. Причем, подчеркну, и та, и другая компания, чтобы не было вот этих наших клавиатурных революционеров, которые любят поговорить, что там отчетность куплена, и та, и другая компания котируются на бирже раз, и аудируется международная аудиторская компания, которая денег не берет. Замечательно. Теперь вопрос, кто больше всех зарабатывает? Поскольку здесь вопрос был не кто больше зарабатывает, а куда же все-таки уходят деньги при падении той или иной цены. Было абсолютно корректно сказано, что вне зависимости от того, коррелируется ли цена падения, например, в производстве зерна, и цена булки. Да нет, не коррелируется, потому что я напомню нашим уважаемым телезрителям, что основные базовые издержки, именно то, ЖКХ, которое поднялось на 15-25%, это государственная лавочка, цены на бензин на 20-25%, цены на газ на 60%, цены на перевозку РЖД, это 55%, налоги выросли с 14% до 34%. Ни одна из этих пяти базовых издержек не является частной, но она содержится во всех семи звеньях, перечисленных товаропроводящей цепочке, и вне зависимости от того, что получил на руки товаропроизводитель, это не означает, что цена упадет в конечной точке, потому что наше любимое государство нагнуло всю эту цепочку, и оно содержится везде во всей этой цепочке, и оно достаточно жадное, скажем прямо, потому что цены все равно отыграют прямо или косвенно, вот там 35-45%, и всегда нужно назначить крайнего, а крайний, естественно, самый оптимальный враг народа, естественно, торговля, мы же, у нас всегда цена вырастет, что бы ни происходило на рынке. Ну это закон, слушайте, против этого и принимали закон о торговле, да, и вы меня простите, давайте... Так, ну-ка, Роман. Нет, закон о торговле был бы пролоббирован совершенно конкретно транснациональными корпорациями, и они же в этом результате и выиграли. Россия единственная страна, которая лежит под транснациональными брендами. Назовите газировку номер 3, назовите шампунь номер 3, назовите жвачку номер 3, назовите корм для животных номер 3, далее везде. Это транснациональные корпорации. Хорошо, транснациональные корпорации, это другая тема и другая проблема. Которые позволяют себе иметь собственную сбытовую инфраструктуру. Конечно, да. Вот и все. Роман, я хотел все-таки закончить мысль. Да, пожалуйста. Так вот, понимаете, в такой ситуации, когда сельское хозяйство подавляется этими самыми ножницами цен, часть из которых, как правильно сказал Дмитрий, регулируется, кстати говоря, государством, это базовый расход. Но Дмитрий хорошо перечислил нам все эти статьи расходов. Да, 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 да. Да, да, да. Сельское хозяйство не имеет возможности развиваться, поэтому мы сталкиваемся с тем, что потенциально прибыльное производство, за исключением немногих точек роста, каким-то образом получившихся, это уже другой вопрос. Есть сельское хозяйство, опять-таки сельское хозяйство, есть курица, а есть картофель, овощи и так далее. Есть разные отрасли с разными возможностями роста, быстрого или медленного. Оно развивается медленнее, чем должно было бы развиваться, и получается, в общем, достаточно продуктивным. Но это не означает совсем, что мы не должны его развивать. Да, конечно, не означает. Нет, мы наоборот и собрались, потому что очевидно, что нужно развивать. Вы забыли это главное. Это нужно нам. Но это не только нужно развивать. Вы понимаете, вот все, о чем мы говорим, свидетельствует только об одной вещи. Не о том, что как-то смещены приоритеты развития страны в государственной политике, а о том, что государственной аграрной политики как таковой не существует. Потому что не бывает такой ситуации, если бы была политика, что не решены вопросы ни с ценами, ни с инфраструктурой, ни с образованием, ни с социальным развитием и т.д. и т.п. Хорошо, понятно. Один телефонный звонок, который как раз близок к ценам и посредникам, по-моему. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, это Ростовская область, Сергей Ильич. Дело в том, что я хочу поговорить о фермерах Ростовской области, которым невыгодно выращивать сельхозпродукцию, потому что невозможно пробиться на региональные рынки, на областные рынки. Сеть посредников, и я же рассказывал, посредние, за 2 рубля арбузы никто не покупает, на рынках они по 12-15 рублей. Вся прибыль оседает в карманах посредников, а фермер вынужден полгода выращивать этот арбуз, платить налоги и получить 2 рубля. То же самое по пшенице. Пшеница на экспорт фермер не может продать. Сеть посредников, которых до 10 цепочка создается в Новороссийский порт или в Ростовский порт, где проданник по 7,50, фермер не может продать за 4 рубля. И поэтому дефицит продукта и такая высокая цена. Надо убрать всех этих посредников и поставить фиксированную цену, чтобы государство закупало у производителей и у фермеров. Вот вся проблема. Спасибо. Спасибо вам за комментарий. Иван Александрович, и все-таки это не единственная реплика, немало сообщений на форуме, которые касаются посредников. Очевидно, что именно эти люди и снимают сливки. Они получают львиную долю прибыли. Отдельная программа у нас была не так давно, которая была посвящена арбузам и овощам. Ровно то же самое сказали нам эксперты. 2,5 рубля стоит арбуз в поле, сколько он стоит у нас в городе и в других городах России. Мы все знаем. Это в разы. Это неправильная постановка задачи. Извините, пожалуйста. До тех пор, пока мы будем обывателю вбрасывать какую-то бредятину из советских времен, что некий мифический спекулянт чего-то там наживается, вот до тех пор, пока мы не будем искать врага народа, что нужно кого-то пристрелить, и то потом... Дмитрий, зачем пристрелить? На секунду. Но все же умеют считать. Все же умеют считать, если это арбуз. Вот не черта подобного. Ни черта подобного. Систему менять нужно. Никто не говорит. Вот еще раз говорю, вот именно правильно было сказано, систему надо менять. Потому что, когда мы говорим о том, что посредники... Почему эти посредники, извините, в большом количестве имеют место быть? Потому что нету этой инфраструктуры. Они выполняют... Замечательно, но сегодня они есть, и они зарабатывают. Но это-то давайте не будем отрицать. Что между двумя рублями и пятнадцатью огромная разница. И эту разницу получают не крестьяне. Спокойно, спокойно. Если их там десять, как было упомянуто, между двумя и пятнадцатью, они зарабатывают всего по полтора рубля. Так что давайте, когда мы упоминаем, что мы якобы умеем считать, давайте считать. Давайте считать. Ну, я-то десять цифр гипертрофированная, тем не менее. Иван Александрович, ваш комментарий, пожалуйста. Вы знаете, все эти разговоры о посредниках, о том, что кто-то наживает, что огромное количество перекупщиков стоит между производителем и прилавком магазина, они идут от того, на мой взгляд, что первое, своим бизнесом, своим заработком недоволен производитель, ищет крайнего. Значит, его загнали в угол, те, кто пришли к нему и сказали, мы по два рубля у тебя купим. А дальше он видит свою продукцию, там по пятнадцать рублей. Вы поймите, что все звенья этой цепочки, много этих звеньев от того, что нет инфраструктуры. И каждое звено, оно, в общем, и восполняет вот эту отсутствующую инфраструктуру. Это первое. Второе, вы поймите, это бизнес. По законам рыночной экономики, бизнес должен быть прибыльный. Или он закроется. Поэтому производитель, он будет когда удовлетворен, когда он будет зарабатывать, чтобы он мог наращивать производство, выплачивать зарплату, социальную нагрузку нести, там определенную предусмотренную законом и так далее. Дальше идет торговля. Не делайте вы из торговли чертей. У них издержки почище, чем у производителей. Потому что, на самом деле, я немножко изучал вопрос вот всех этих сетевых структур и так далее. Вы знаете, это вообще какая структура. У них издержек подчас побольше, чем у производителей. А самое главное, не противопоставляйте производителей сети ритейл. Мы обречены на взаимодействие. И вопрос государства, в том числе, поработать над инфраструктурой таким образом, чтобы вот эти вот 10 звеньев, 10 посредников ушли. Давайте возьмем вот цепочку. Прекрасно. Прекрасно-то у нас государство работает только в одном случае. У нас какой-нибудь бумазей написать, вот и типа сразу все станет хорошо. Плиткой замастим всю Москву. И от этого у нас дороги поменяются. Я слушал сейчас последний комментарий Ивана Александровича и думал, где же все-таки Иван Александрович работает, что он тоже стал у нас сети защищать. Вот хорошая была формулировка, что они обречены на сотрудничество. Вы поймите, тут все очень просто. Где бы я ни работал, я себе представляю. Экономика слова одинаковая. Продолжение товара от производства, у меня свое огромнейшее производство, я могу сказать. И я реализую свою продукцию, большую часть своей продукции через сетевые магазины. А что вы производите, если не секрет, Иван Александрович? Я произвожу мясо птицы. Мясо птицы, понял. Да, и в общем, большое его количество. Очень хорошо. Но должны прерваться на рекламу, жаркий спор кипит. Значит, продолжим разбираться в производителях, потому что все болеют за отечественного производителя. Все хотят, чтобы ему здесь было хорошо, а не только магазинам и сетям. Через несколько минут. Возвращаемся в прямой эфир. Программа «Открытая студия». Мы сегодня обсуждаем продовольственные войны, которые могут произойти в ближайшем будущем. И ситуацию с продовольствием в нашей стране. Ну вот, кстати, из Смоленска пришло сообщение. Роман, спросите там у собравшихся, а правда, что все крупные зернохранилища и элеваторы в России находятся в частных руках? И что за аренду этих сооружений государство платит их владельцам где-то 1 миллиард долларов в год? Кто-то готов прокомментировать? Я готов прокомментировать. Да, пожалуйста. Давайте я прокомментирую. Значит, действительно, большинство зернохранилищ и элеваторов у нас находятся в частных руках. А государство платит лишь за хранение зерна на тех элеваторах, которые аттестованы Министерством сельского хозяйства, там, где хранится зерно интервенционного фонда. И когда говорят о миллиардах и так далее, безусловно, существуют издержки государства по хранению и управлению запасом зерна, находящимся в интервенционном фонде. Но здесь вопрос к тому, насколько вообще эффективен механизм зерновых интервенций и какая здесь экономика. Тем не менее, да, государство несет значительные издержки, но это не значит, что государство просто в тупую платит частнику за то, что хранит зерно. Существует система аттестации зернохранилищ и элеваторов. Это зерно принадлежит государству и в определенный момент государство выбрасывает на рынок для регулировки ценовых всех колебаний. Иван, вы добавьте еще, что есть еще и государственные элеваторы, где плата за хранение примерно составляет ту же самую величину. Ну, да, в общем, никто просто так государственные деньги... Вы учащите, что государство деньги... Да, это деньги за дело. Если государство имеет определенные резервы зерна для покрытия дефицита или для регулирования ценовой ситуации, то, конечно, оно не может бесплатно храниться. И стоимость хранения определяется как раз стоимостью ресурсов, которые элеваторы... Там стоимость хранения 60 до 2. Амортизация и тем, что элеваторов, в общем, в хорошие урожайные годы явно не хватает, что, естественно, приводит к повышению скорости. Понятно. Ну, вот мы в деталях ответили на вопрос телезрителю. Я хотел бы вернуться к производителю, посреднику и торговой точке. Потому что вот здесь возник активный спор. И действительно, Виктор Алексеевич, как вы прокомментируете? Ну, хорошо, вот у нас производитель глупый, прямо скажем, не может ни объединиться, ни сам довести свой товар. Ничего он не может. Ему нужен посредник. Но неужели ему нужно этих посредников 6, 8, 10? И нужно, чтобы в итоге он получал столь маленький процент. А то иначе быть не может. Вот это как раз предмет для государственного регулирования. И я не стал бы сегодня, конечно, вот такую трогательную заботу проявлять именно о цепочке, уже в конце стоящей, перед прилавком. Почему? Если мы с вами поедем в сторону аэропорта, то именно на месте, где у нас был уникальный тепличный комплекс, на сегодня стоят торговые точки. Поэтому кто кого переигрывает, абсолютно понятно. Это, на мой взгляд, не требует комментариев. Ситуация для Санкт-Петербурга. Да, это все абсолютно понятно. Так вот, если мы посмотрим при всех цифрах, которые мы знаем за рубежом и так далее, на нашу российскую действительность, то в конечной цене продукта крестьянин на сегодня имеет 15-20%. Но самое печальное в том, что вот такой наш разговор сегодня, он контрпродуктивен. От нас и ждут, когда мы начнем разборки внутренние между, так сказать, товаропроизводящими сетями, розничной торговлей, производителем. Дело в том, что то, что и вот сегодня Леонид Иванович называл несколько причин, там, так сказать, и проблем наших, он говорит нам, что нужно назвать их десятки. Но, извините, всегда есть главная какая-то цепочка. Если мы с вами не разберемся в том, что все, что мы перечисляем, это простые следствия, то мы никогда... Главная причина, с вашей точки зрения. Да, мы никогда не выйдем на первопричину. Говорите, говорите. А главная причина, я вам скажу, что она кроется даже не в отдельных ошибках. Есть в любой государственности так называемая концепция управления, как люди понимают вообще жизнь в целом. Так вот, у нас порочна концепция жизнеустройства нашего государства. Я вам приведу один пример. Берем Европу давнюю, 10-13 века. В ту пору был запрещен вообще судный процент, и за хранение денег в банке люди должны были платить. То есть, если у вас есть деньги, и вы хотите их оставить в банке, за хранение денег вы обязаны были платить. Тогда хранить свои богатства в деньгах невозможно. Далеко ушли очень, 10-13 веков. Смысл, давайте так, государство по-прежнему не делает ставки на сельское хозяйство и не помогает. Другой вопрос. Нет, абсолютно не так. Проблема в том, что у нас сохраняется процентная экономика в сфере кредитно-финансовой системы. Но это не может быть иначе. Секунду. В рыночной экономике это не может быть иначе. Это как раз пример, о котором я и говорю. У нас вот так устроено все общественное мнение, в том числе вы. Объясните как тогда. Я вам объясняю, что в реальной нормальной экономике должно быть что? Банки должны получать доходы от реального производителя. То есть банк входит в дело. И когда получена прибыль, на мясокомбинате, на каком-то предприятии, когда банк получает свою долю. Вот смотрите, что было, когда... Это инвест-компания. Да-да-да, это инвест-компания. Именно так работают, скажем, банки, могут работать в двух режимах. Либо режим просто конторы ростовсической, либо режим инвестиционной компании. Японские банки, они никогда не имели судного процента. Там максимальный процент был полпроцента годовых, это запредельно. Одна десятая, как правило. А они самые богатые. Почему? Они получают свой доход через производителя. Так вот, я все-таки как... Потому что других примеров я вам не назову. Это очень важно. Вот это самая главная мысль, которую... Так, мы услышали, все, Виктор Ильич, давайте дадим время парировать. Секунду, мы принцип услышали. Но, тем не менее, один пример. Значит, Пьер Франк Кастель в 12 веке, цитату привожу, вот когда не было процентного гражданания, никогда прежде не наблюдалось столько больших строительных площадок одновременно. Только в одной Англии в конце 11 века было 5 624 водяных мельниц и в 3 тысячах деревень. Виктор Ильич, дорогой мой, убегаем из Англии 11 века. У нас очень мало времени. Хорошо. А Виктор Ильич захотел перевернуть экономику. Иван Александрович, у вас было возражение. Пожалуйста. Да, вы знаете, я вообще исхожу из того, что мы работаем в условиях рыночной экономики, и банки должны выполнять ту функцию, которую они выполняют, то есть кредитовать. Государство в случае с аграрным производством имеет целый ряд программ субсидирования процентной ставки. Но банк-то получает процентную ставку рыночную, потому что банк, в общем, он деньги привлекает тоже с рынка. Конечно. И он не имеет перед собой задачу войти в капитал, я не знаю, свинофермы, птицефабрики или розничного магазина. И в зависимости от экономической эффективности работы этой фабрики или магазина участвовать в прибылях. Вы представляете, какой бардак тогда наступит вообще в финансовой системе. В такие банки просто никто деньги не понесет на хранение, на депозиты и так далее. И если это было в 11 веке в Англии, это, наверное, хорошо, но я очень сильно сомневаюсь, что мы когда-то к этому вернемся. И вообще в этом направлении надо думать. Вопрос в том, что государство в части работы с сельхозтоваропроизводителями должно предпринимать те или иные меры поддержки. В том числе они могут заключаться в субсидировании процентных ставок. Вот было бы очень неплохо аналогичные программы ввести в части реализации инфраструктурных проектов, то, о чем мы говорили. И в общем, может быть, я понимаю, что сейчас многие сельхозпроизводители могут на меня наброситься и сказать, ты вообще что несешь, но а почему не посмотреть на торговлю? И она у нас, в общем-то, далеко не доразвита. И если в Москве, да, она представлена хорошо, в Санкт-Петербурге хорошо, в крупных мегаполисах хорошо, то где-то-то ее вообще нет. Где-то у нас до сих пор торгуют на станциях с картонных ящиков. Давайте посмотрим. Может быть, там тоже нужно какую-то государственную программу ввести и в том числе помогать торговле. Так, у каждого свое сенсационное предложение сегодня. Я хотел бы вернуться к производителю. У нас есть пара звонков, которые говорят о том, как фермеры сегодня пытаются что-то сделать на земле, все-таки к производителю. Дайте пару раз звоночки. Добрый день. Галия Барова и Емилия Физельхаковна. Да. В Ашкирии нам не дают землю для вот это, для разведения сельское хозяйство. Мы вот все, почти что готовили все документы. Есть у нас это на землю кадастровый паспорт. Нам муниципальное управление это поселение не подпишет. 60 коров, это крупный рогатый скот есть у нас, 200 гусей. Нам клеить земли надо. Мы начинающие первые фермера вот у нас в новоязвительском поселении. Зарегистрировано вот два года тому назад. Фермеры считаем все, фиклинки. Ну, ни причины нету. Как будто вот против, в деревне все против. У нас даже вот пастуха нету. Беспризорно все, скажем, где хотя бы там ходят. Спасибо. Спасибо огромное. Ситуация понятна. Два года не дают землю. Не то, что денег. Мы с вами говорим про кредиты, а деньги. Люди землю не могут получить в России. Машки где-то из земли. А чем деньги? Это скорее всего... Чем отличается земля от денег? Нет, скорее всего речь идет о том, что они не могут выделить землю, свой участок в натуре. У нее кадастровый план есть, видимо. А это выделение в натуре. И вот против этого односельчане против. Там нужно согласовать с ними границы. Это одна из огромнейших проблем сегодня в сельском хозяйстве. И я все-таки еще раз хочу, Виктор Алексеевич, поддержать и повторить свою же собственную точку зрения. Что на сегодняшний день сельское хозяйство не числится в списке приоритетов российской экономики. На сегодняшний день не существует последовательной государственной комплексной политики аграрной. И пока этого не будет, мы будем до бесконечности спорить, что лучше банк или инвестиционная компания, что в принципе одно и то же. Потому что вот инвестиционные компании, например, пожалуйста, они инвестируют в те отрасли, которые были поддержаны. То же самое птицеводство. Они там в некоторых участвуют. Но они не пойдут в те отрасли, где сплошные убытки, проблемы, и проблема на проблеме проблемы погоняет. Вот и все. Так, еще один звоночек и будем комментировать. Просто на эту же тему. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Иванович. Живу в селе. Существует такая программа по датной пособию подворного хозяйства. Для каждого подворного хозяйства. Для производства животноводства или крупнорогатого скота или мелкого рогатого скота. Это составляет где-то чуть больше 50 тысяч рублей. Я пытался получить ее на селе, эту субсидию, чтобы держать больше крупнорогатого скота. Но мне не получилось, потому что я, оказывается, работаю. А это выдается только безработным. Ну-ка, а в селе у нас безработных, это, вернее, на бирже стоят 99%, извините, только тунеядцы. 1% остается всякая жизненная обстановка случилась. И вот поэтому мог бы сказать, что задача правительства, в первую очередь, эту субсидию довести до людей, которые еще хотят, которым еще руки не отбили, держать скотину дома, выращивать ее и доводить до потребителя хорошее, качественное мясо. Спасибо вам за ваш звонок. Потрясающая реплика. И программа государственная есть, и деньги есть, и человек нашелся инициативный. И получить не может. Должен быть безработным. А связать все это в одну цепочку невозможно. А зачем? Вот вы поймите правильно, одно дело пиариться, а другое довести эту программу до ума. Зачем? Роман, все еще циничная. На самом деле программа есть, она объявлена, а денег не очень много хватает. И поэтому вот таким образом она дискредитируется. Речь идет о субсидировании личных подсобных хозяйств. И мы все в этом были бы очень заинтересованы, потому что это и занятость на селе, и дополнительное продовольствие, и хотя бы самопрокорм у людей. Но так как денег выделено значительно меньше, чем нужно от потребности, соответственно изобретаются какие-то там препоны. Вот человек работает или не работает. Хотя какая разница, если он содержит корову за счет своего личного времени, то почему его нельзя субсидировать? Это смешно. Абсурд. Это просто пример дискредитации государственной программы. Так, возвращаясь к этим чудесам, которые происходят у нас с ценами и с товарами конкретными, на форум наш пришел вопрос к Дмитрию Потапенко. Почему бананы, завезенные из далекой Африки и прошедшие все перечисленные вами стадии, упаковка, транспортировка, складирование дешевле, чем выращенную нас под носом картофель? Так а в чем вопрос, простите? Какое противоречие вы видите? Если бананы стоят на закупке, чтобы не изменять память, это трава, по сути дела, там чуть ли не 20 центов. Там на закупке нет даже цены за килограмм, их коробками продают. Да, их коробками продают, там это фурами их везут, то есть 40-футовыми контейнерами. А картошка, простите, это высококвалифицированный товар. Он сам по себе не растет, ее надо за ней ходить, ухаживать, колорадского жука собирать, поливать и так далее. А дальше собрать, упаковать, сохранить, довезти и так далее. Абсолютно, коллеги правят, технология по картошке в разы сложнее, чем с бананами. А дальше, Дмитрий, подтверждение вашего же тезиса о стоимости реальной инфраструктуры нормальной, когда это доставляется, катуется и так далее, грамотно и логистически дешево. Печальная история. Надо сказать, что бананы у нас как трава расти не будут. В ситуации вот тех грустных прогнозов, мы попросили нашего корреспондента выйти на улицу Петербурга и задать людям вопрос, что они будут делать, если случится такой самый, может быть, печальный сценарий продовольственного кризиса, как они будут выживать. Давайте послушаем, это опрос Алексея Корсунского. Эксперты ООН обещают затяжной продовольственный кризис. Как ему противостоять? Это нереально, то, что описывает ООН. У нас был такой этап в стране, и ничего страшного, если будет, переживем. Меньше есть и больше работать. Надо будет, грубо говоря, завести народ и возделывать землю, и все. Все поля у нас уже заросли чем угодно, кроме растительности, которую можно есть. Поэтому у нас это, наверное, будет еще дороже, чем где-то. Необходимо уезжать куда-то вообще на природу, то есть там на Алтай, в какое-то экологически чистое место. Мои друзья уже строят там дома, экологические поселения, и как бы полностью быть на самообеспечении. Если бы было бы обозванивание, да, я, конечно, бы, может, приобрела бы участие, а тут как-то пыталась бы проформить. Люди питаются со своих участков, я могу сказать, на 80%. А это невыгодно, потому что дорога туда очень дорого обходится, слишком дорогие продукты. Там не прокормишь в семье, мне кажется, сколько у нас соток на дачных участках. Там картошки столько не вырастешь, чтобы прокормить семью из четырех человек. А для себя можешь, конечно, выжить, как-то можно в этот момент. А куда нашему человеку деться? Весе маленькая, зарплата маленькая. Что ему делать? Я готова уже к апокалипсису. Мы обречены на голодную старость. Знаете, как-то даже поражает, с какой легкостью люди подхватывают эти печальные прогнозы. Леонид Иванович, а скажите, вот не раз прозвучала в вопросе тема собственных участков. Вот те самые шесть соток, которые многие имеют еще с советских времен. Это ответ на радикальное повышение цен на продовольствие? Ну, в какой-то степени да. Смотрите, у нас в стране на сегодняшний день порядка 15% населения живет ниже прожиточного минимума. То есть они действительно реально испытывают проблемы с продовольствием. Если они не выходят на улицу, значит они где-то его перехватывают. И часть из них как раз кормится со своих участков. Но понимаете, заставлять людей кормиться со своих участков, там не развивая сельское хозяйство или не платя им зарплаты. Это на самом деле такой варварский метод. Мы людей в современном мире пускаем на подножный корм. В 11 век, вот как раз когда банки выполняли роль инвестиционных компаний. Страшная история. Так, давайте продолжим сейчас разбираться в чем ответ государства. К роли государства тогда. Это нужно действительно просто давать деньги. Как это контролировать? Кому помогать? И какими способами? А кто-то скажет, что нужно. Вот я предлагаю эти комментарии сейчас чуть-чуть придержать. И после рекламной паузы с удовольствием услышу предложение о роли государства в этой сфере. Возвращаемся в прямой эфир. Открытая студия. Мы говорим о роли государства. Виктор Алексеевич, так должно государство давать деньги или нет? Мировая практика что показывает? Мы находимся в транснациональном рынке продовольствия. И поэтому, конечно же, должны учитывать конкурентные условия других фермеров. Я вам приведу просто некоторые цифры. Вот данные журнала экономиста английского. Субсидии составляют стоимости сельскохозяйственной продукции в среднем в Соединенных Штатах 30%, в Швеции 59%, в Канаде 41%, в Японии 68%, в Австрии 52%, в Норвегии 77%, в Швейцарии 80%, в Финляндии 67%. Так можем ли мы на равных конкурировать с теми, кто на 67% получает субсидии? При этом в Европе субсидируется каждый гектар используемой земли, а в Соединенных Штатах каждый килограмм произведенной продукции. И это и есть дело в том, что если государство не регулирует, а мы полагаемся на чистый рынок, то рынок по законам рынка переместит все из сельской местности в города. Потому что там себестоимость оказания услуг ниже, потому что там все, что делается в городе, оно более рентабельно. Одно дело торговать на Невском, и другое дело торговать во Псковской области. Вот я там знаю председателя РАЙПО, одного из Бижанского, там колоссальные просто затраты. Он ездит в деревню, где живут пять старушек, а если он туда не поедет, они просто умрут. Ему это невыгодно, но им не сходить за хлебом, если он не приедет. Вот к чему проблема. Это другая история, но про дотации государства. Иван Александрович, вы как считаете? Вы знаете, то, о чем говорил Виктор Алексеевич, это называется доля государства в себестоимости продукции. И она действительно у перечисленных стран высока. Помимо этого, если уже говорить о конкуренции наших сельхозпроизводителей с нашими зарубежными партнерами, конкурентами, как хотите. А в большинстве случаев это конкуренты, причем конкуренты даже на нашем внутреннем российском рынке. То помимо доли, участия государства в себестоимости продукции, у них еще есть целый ряд преимуществ перед нами. Во-первых, это стоимость и доступность кредитных ресурсов. Несопоставимо. А что, слушайте, у меня вопрос. Мы скоро вступим в ВТО, нам говорят, что вот-вот. Тогда вообще можно будет крест поставить на нашем сельском хозяйстве? Вы знаете, будет тяжело, это совершенно однозначно. Никаких плюсов при вступлении в ВТО для сельского хозяйства, таких вот ощутимых, за которых можно было бы подержаться, я не вижу. С другой стороны, если реально смотреть на вещи, мы уже живем и работаем по правилам ВТО. Из 17 лет переговорного процесса, наверное, лет 6-7 совершенно точно. Поэтому будем приспосабливаться. Но если мы говорим о ВТО, то я в первую очередь пытаюсь понять, каков мой интерес, как сельхозтоваропроизводителя. В случае членства России в ВТО. Насколько я понимаю, это должно мне облегчить доступ на внешние рынки. Я очень сильно сомневаюсь, что это произойдет. По крайней мере, опыт, в том числе внешнеэкономической деятельности, которая у меня есть, говорит о том, что это произойдет вряд ли. И вряд ли Соединенные Штаты, Европейский Союз. А почему? Может, вы завалите Вашингтон и Нью-Йорк куринами ножками? Да как же он завалит-то, если у него цена себе стоимость выше? Я не знаю, цена другая. Вы поймите. У него же себе стоимость выше, он же мучается за это. Конечно, я не пролезу по цене. Просто не пролезу по цене. Он просто не пролезет и все. И плюс ко всему, вы понимаете, если мы говорим, давать деньги или не давать, конечно, давать. Но деньги давать в нерегулируемый рынок, это все равно, что лить бензин в костер. Должна работать еще целый ряд мер регулирования рынка, в первую очередь. Таможенно-тарифные меры. Отслеживать тарифы монополий. И так далее, и так далее. Вот все это в комплексе, вот этот системный подход, он может дать результат. Вы посмотрите, в Соединенных Штатах, чтобы выйти на уровень сегодняшнего дня, уровень аграрного производства, им потребовалось 150 лет системной аграрной политики. Вне зависимости от того, кто находился у власти, республиканцы или демократы. Просто время и система. Хороший прогноз, 150 лет. Я хотел бы добавить... Коротко, да. Коротко. Я хотел бы добавить тому, что сказал Иван Александрович. Дело все в том, что преступлений в ВТО, которые предусматривают по последним условиям для нашей страны уровень поддержки значительно больше, чем мы сегодня де-факто имеем. То есть мы святее, чем многие страны, входящие в ВТО. Мы просто много говорим о том, что нам хотелось бы иметь, но де-факто не имеем. Мы будем испытывать проблемы не с тем, что резко сократится государственная поддержка, и без того небольшая. А от того, что мы просто не готовы к тем инструментам и механизмам, которые наши коллеги, наши партнеры используют. Значит, мы же не используем деньги. Вот вы говорите, давать напрямую или не напрямую. Напрямую давать никому не нужно. Существует огромное количество надобностей в отрасли, которые не удовлетворяются. Это дороги, это образование, это помощь в сбытии. Это помощь не прямая в сбытии, а организация. Это помощь в развитии поставляющей инфраструктуры и так далее и тому подобное. Вот мы к этому плохо готовы. А к этому готовиться нужно, потому что ВТО вносит ряд ограничений на прямое датирование, которое у нас маленькое, но будет соблазн его увеличивать. Страшная история, потому что я понимаю, что нашему производителю в этой ситуации будет еще тяжелее. Есть очень интересный звонок телезрителя о том, что сейчас происходит в Воронежской области. Добрый день, говорите, пожалуйста. Меня зовут Деменин Анатолий Александрович. Я работаю в сфере охраны, в сельском хозяйстве. Одна из фирм, которую возглавляют шведы. Как нам это преподносится, пришел иностранный инвестор. И вот на воронежских черноземах люди из северной страны, Швеции, учат местное население, как нужно выращивать сельхозпродукцию. Сейчас примерно на некоторых полях 11 центнеров в гектар пшеницу получают. Потому что земля не пашется, а просто дискуется культиватором. Поливается тоннами ядов. Понимаете, это что удивляет? Но приходишь к выводу, что этим инвесторам на этой земле не жить. Ихними детям на этой земле не жить. Поэтому им плевать, что будет в дальнейшем с этой землей. С воронежскими черноземьями, подчеркиваю. Спасибо. Я не знаю, кто прокомментирует таких шведских инвесторов? А в чем вопрос? Я думаю, что заочно-срочно сложно сказать. Сложно? Нет. Но тем не менее, вопрос в том, что... Давайте расстреляем буржуев, что ли? Вот я что-то не очень понял. Причем здесь расстреляем буржуев? Это неэффективное использование. Неэффективное использование. Вопрос в том, что угубят землю и все. Закрыпывают в землю свои деньги. Каждый собственник имеет право на распоряжение тем имуществом, которое ему принадлежит. Давайте так. Здесь скорее речь идет о системе беспашного... Но вы же понимаете, что после такого использования эта земля уже, скорее всего, долгий период времени будет вообще непригодна для сельского хозяйства. Когда у вас в кармане деньги, вы имеете право эти деньги сжечь. Потому что эти деньги вам принадлежат. Поэтому давайте все-таки... Мы либо начнем с базовых ценностей, а потому что пока что мы ведем передачу в рамках того, что давайте загоним везде все в государство. И все будет государственным. И тут же по щелчку мгновению волшебной палочки, как в 2017 году, станет хорошо. Дмитрий, нет, вы тут как-то преувеличиваете роль государства. Посмотрите, у нас в студии фактически ни одного государственного человека нет. У нас частные производители. У нас частные сети. У нас частные импортеры. Какое государство? Государство вообще этим не занимается фактически. Кого вы стращаете? Оно занимается. Оно занимается совершенно просто другими вещами. Как я еще раз говорю, он занимается написанием законов под карманные лавочки. А вы хотите, чтобы оно вместо вас начало торговать? Я не очень понимаю. Нет, оно, оно, пожалуйста. Я всегда говорил, у государства, я вам хуже скажу, что у государства уже был такой опыт. У государства было три розничных сети. Только каждая из этих розничных сетей задолжала столько производителям, что все остальное это просто немощь какая-то. Там миллиарды, миллиарды долларов. Она задолжала производителям. И теперь производители не знают, куда жаловаться. Потому что государство на государство не пожалуешься никуда. И эта ситуация вообще не отражается ни в одном СМИ. И такая ситуация у всех абсолютно. Так мы поэтому и все-таки живем в рыночной экономике. И у вас, и у других участников нашего сегодняшнего эфира есть возможность развиваться самостоятельно. Вопрос, как это происходит. Вот еще к вам тогда короткий вопрос, который касается конкретно бизнеса. Дядя Гера из Кирова просит меня задать вопрос. Вам, Дмитрий, в Кирове продавщица магазина сетевого магазина получает 8 тысяч рублей. Кассир 8, охранник 8, грузчик 8, товаровед 9. Это как понимать? Хозяева бедные или хозяева жадные? А цены в магазинах такие же, как и в Москве. Ваш комментарий. А какой тут может быть комментарий, простите? Какая взаимосвязь между зарплатой конкретного персонажа и ценой в магазине? Я вам хочу сказать, когда я открывал первый магазин, я работал гастарбайтером в Алди, в Германии. Я получал по местным меркам всего 600 долларов. Это колопейшные деньги. Не уводите на собственную биографию. Разница большая, потому что в Москве люди в сетевом магазине будут получать 30-40 тысяч. Продукты стоят все одинаково. Это ложь. Это ложь. Во-первых, ну давайте хотя бы цифры. Значит, в сетевом магазине зарплата грузчика 20 600 рублей. Давайте хотя бы не идти против цифр. Хорошо. Значит, и любой работодатель, любому работнику платит деньги по рынку. Хочешь зарабатывать родной больше? Зарабатывает больше. Слушай, я когда начинал свою карьеру, я получал 250 долларов. Нет, Дмитрий, вы понимаете, что продукты стоят практически одинаково. То есть все... Никакой взаимосвязи, подождите, между вашей заработной платой и тем, что вы должны кушать, простите, никогда не было и не будет. Это у нас чего? Ложечку дай, занеси в роток. Ее никому из здесь присутствующих никто не заносит ложечку в роток. И если ты хочешь работать не грузчиком, а товароведом, а квалифицированным менеджером, повышай свою квалификацию. Или уезжай в Москву. Или уезжай в Москву. Вот такая ситуация у нас и происходит. А в Москве будет еще ситуация хуже. На 20 тысяч вы еще вообще не проживете. Так что не надо те же себя иллюзий. Ну, дорогие телезрители, как минимум вы увидели логику, которой руководствуются люди, которые управляют торговыми сетями. Мы прервемся еще на одну рекламную паузу. Сразу после представлю вам дайджест телефонных звонков, реплики телезрителей в рубрике «Глаз народа». Открытая студия в эфире. Вот сообщение из Ростова-на-Дону. Очень интересная ситуация сложилась у нас на юге России. Неприлично высокий урожай на зерновые культуры. Вопрос к умным комментаторам в студии. А мука, хлеб и прочее подешевеют? Или все это уйдет на экспорт? А перекупщики еще и из бюджета получат приличные суммы по возмещению НДС? Леонид Иванович, ваш прогноз. Ну, во-первых, не существует неприличного урожая или приличного урожая. Не существует... Урожай неприлично маленький бывает. Ладно, смысл-то понять. Чем больше произведено, тем лучше должно быть в нормальных условиях. Я думаю, что цена на хлеб не сильно в Российской Федерации, в наших условиях, зависит от цены на зерно, когда речь идет о понижении цены на хлеб. Что касается цены на муку, то цена на муку, скорее всего, припадет. Цена на хлеб в магазинах останется той же или вырастет с размерной инфляцией. И под этим не только желание спекулянтов или как еще там, мироедов заработать, а под этим тарифы государством регулируемые, которые выросли значительно более высокими темпами, чем тот же самый хлеб за год последний. И в конце концов уже сложившиеся покупательные способности, которые обеспечивают цену хлеба такая, какая она есть. Что касается экспорта, ну, совершенно очевидно, что Российская Федерация сегодня потребляет меньше, чем 70 положенных миллионов тонн зерна сама по себе. И все, что произведено плюс, будет вывезено. Почему мы потребляем так мало? Это, опять-таки, позорная ситуация, потому что вывозить чистое зерно, просто сырое зерно, и завозить мясо, это то же самое, что вывозить нефть и завозить бензин. Значит, нам надо развивать свое животноводство. Эта переработка зерна самая простая и самая эффективная. Это пока сегодня вот в зачаточном состоянии. Давайте сейчас послушаем реплики телезрителей и будем комментировать, подводить итоги. Глаз народа, пожалуйста. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ И чтобы посадить и собрать, а чтобы сохранить и продать все. Не так вот относиться к земле, как к масике, а как к матери родной. И наша страна будет самая лучшая страна вообще в мире. Послушайте, какое предложение поступило сделать сельское хозяйство национальной идеей, а мы-то ищем. Ну, Виктор Алексеевич, давайте с вас начнем. Ваш комментарий. Ну, действительно, вот последнее мне понравилось замечание, потому что сельское хозяйство – это способ сохранения территории, ее инфраструктурной целостности и в конечном счете сохранения государственности. Я уже приводил цифры, которые об этом говорят. И два слова все-таки еще раз о роли государства, потому что здесь такие очень разноречивые прозвучали мысли. Я хочу сказать, что, конечно, дотации их можно и вообще отменить, но при этом государство должно уметь выстроить макроэкономические условия и взаимодействие между отраслями. Так, чтобы умному, талантливому человеку было без разницы, работает ли он с газом, с нефтью, с электричеством или с картошкой. У него зарплата, ну, должна быть как минимум сопоставима. В этом самое главное. Если этого нет, то это проблема государства. Дотации – это не помощь. Это государство, извините, снимает шляпу, приходит к крестьянину и говорит, извините, не смогла я, не удалось мне выстроить нормальное управление государственное. Поэтому возьмите эти деньги как компенсацию тех ошибок, которые мною допущены в макроэкономическом управлении. Вот, на мой взгляд, что такое дотации и как мы их должны вообще классифицировать. Иван Александрович, а вам слова. Вы знаете, я что хочу сказать, что Россия изначально и сто лет назад, и сейчас – это великая аграрная держава. И нечего стесняться того, что мы, в общем-то, изначально аграрная страна. Это не мешало нам быть первыми в космосе, производить высокотехнологичное оборудование и так далее. Но все-таки начало у нас аграрное. И роль России в сегодняшних условиях, когда мы наблюдаем дефицит продовольствия в мире, когда действительно не миллионы и не сотни миллионов людей, а миллиарды людей уже нуждаются в продовольствии и живут меньше, чем на доллар 25 центов в день. Роль России здесь, она, на мой взгляд, должна существенно возрастать. И мы должны быть не только серьезным поставщиком углеводородов на мировой рынок. Мы можем внести вклад в решение мировой аграрной продовольственной проблемы в сотню раз больше, чем мы это делаем сейчас. Просто для этого, безусловно, нужна системная аграрная политика, нужно разумное государственное регулирование, ну и, в общем, участие государства все-таки в себестоимости продукции. И, безусловно, второй вопрос, не только поддерживать сельхозтоваропроизводителя, поддерживать надо и потребителя. И, в общем, по этому пути идут все самые развитые мировые экономики. Когда человеку сложно купить, государство должно его поддержать. Спасибо. Дмитрий, пожалуйста. Ну, вопрос не был поставлен, поэтому, в целом, вы знаете, я давно занимаюсь бизнесом, и как производитель, и как ритейлер, и как ресторатор, вы знаете, до тех пор, пока лапки свои менеджеры от власти, которые занимаются бизнесом, и бизнесом занимаются одноклассники.ру, не уберут, ничего происходить не будет. А для этого должно быть самосознание каждого гражданина. До тех пор, пока он не поймет, что все мифические перекупщики, барыги-спекулянты, которых ему показывают, осознанно показывают с картинки, что они несут ответственность. Ответственность несут те вот, кто с лапками. А все остальные, это подставные, которых осознанно вам показывают. Думайте своей головой, вы отвечаете за свою жизнь. Спасибо. Леонид Иванович, вам слово, буквально одной строчкой зачитаю. Евгений Ясин, очень авторитетный эксперт, считает, что к 2020 году Россия сможет жить на доходы от экспорта зерна, а не только газа и нефти. Ваша точка зрения? Ну, во-первых, я верю в аграрную Россию. Я верю в том, что мы все-таки возьмемся за голову и будем заниматься своим селом и всем, что вокруг него, а там много вокруг него. Совершенно очевидно, что в мире продовольственные проблемы будут обостряться. Совершенно очевидно, что в развитых странах, к которым мы себя также относим, ресурсов для развития села осталось очень мало. Ресурсы расположены у нас. И это надо сделать нашим достоянием. Я также, как Евгений Григорьевич, могу лишь только разделить его уверенность и сказать, что если мы сами не займемся своим селом, своей землей, своим агропотенциалом, за нас это сделают другие. А вы верите в то, что импорт по части продовольствия будет уменьшаться? И мы все-таки сможем в ближайшие годы больше производить внутри страны? Да, конечно, я в это верю. И на самом деле существуют отрасли, которые сегодня вытесняют импортные поставки. Не по всем продуктам, но это будет так. Но есть продукты, которые объективно выгоднее производить за рубежом. Зачем нам ими заниматься? Бананы расти не будут. Спасибо огромное. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Думаю, что осенью, когда будут подведены итоги этого года с точки зрения урожая... Когда вырастут цены. Да, вот мы с вами зафиксируем очередной скачок цен. Давайте опять встретимся и поговорим, почему растут цены и что происходит с продовольствием. Еще раз спасибо всем участникам. Тема следующей программы «Открытая студия. Россия и мигранты». Понаехали тут. Сложное отношение с теми, кто работает в нашей стране. Эфир пятого канала продолжает программа «Место происшествия». Я передаю слово коллеге Игорю Патрио.